Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня, как и говорила, я приступила к пикировке петунии в фазе двух семидольных листиков. Вот такой у меня посев от 7 марта. Его я не стала дольше держать, потому что он здесь вот групповые посадки. Они очень не любят загущенные посадки. И для того, чтобы сохранить петунию и не ухаживать за ней, не опрыскивать ее ежедневно, я ее решила распикировать на ранних сроках. Делаю я так очень часто. Сейчас вам покажу и расскажу об особенностях пикировки петунии. Если первый раз для составления первого грунта я говорила, что не важно какой он питательности будет, главное, чтобы он был стерильным, то во время второй, вот как во время пикировки, второй грунт, второй состав должен быть питательным обязательно. Потому что первый раз петуния у меня сидела, ну и не только у меня, а вообще у всех, сидит вот в этом лоточке, она всего несколько дней. Вот. Седьмого сегодня, 14 марта, всего семь дней она прожила здесь. Я поэтому сказала, что не важно какой грунт, питательный, непитательный, главное, чтобы он был без бактерий, она здесь только взойдет и сразу же ее можно пикировать. Мы ее долго здесь не будем держать, особенно если у вас зашла петуния шапкой, то лучше ее сразу распикировать. И я говорила, что я не обращаю внимания, что вот у меня некрасивый он весь в трещинах, грунт, не важно какой, мне главное получить хорошую всхожесть. Вот они взошли, они крепкие, все стоят, ни одной упавшей нет. Этот грунт я уже сейчас выброшу, но не выброшу, так же сыплю в мешок, где у меня весь запасной грунт. А второй состав грунта у нас совсем другой. Он должен быть не только рыхлым, легким, влагоемким, он обязательно должен быть питательным, потому что вот эти крошки, которые я начала пересаживать, вот они они, они здесь будут жить около месяца. Именно здесь они нарастят свою зеленую массу, и вот чтобы вот им было чем питаться, второй состав грунта обязательно должен быть питательным. Если у вас нет возможности найти какой-то жирный, с перегноем грунт, пожалуйста, можно добавить биогумус. Это вот черное гуминовое удобрение, про которое я говорила, что молодой рассаде она подходит, очень хорошее. Биогумус в каждом магазине продается, он в разных вариантах, вот такой биогумус, их всяких много разных, но главное должно быть жидкое, черное гуминовое удобрение. Его можно сразу в грунт добавить, я добавила еще, как всегда, золы, и вот только такой питательный грунт мы используем, лично я использую второй раз. Остальное все, как обычно, насыпаю вот на эту кассету земли, все, она набилась в ячейки, вот так немножко я утрамбовала. Делаю этой же ручкой, которой я пикировала сегодня перцы, видите, она у меня на все случаи жизни. Делаю дырочки, только для перцев я дырочки делала вот такие, а тут я буду делать вот такие, совсем крошечные дырочки, потому что сеянцы очень крошечные, я вам сейчас покажу, какие сеянцы. Вот такие у нас сеянцы, вот я их пинцетом взяла, сейчас я покажу, как беру. Вот у нас лоточек. Грунт влажный, так как мы его опрыскиваем, поливаем все. Я беру пинцет и заглубляю его в грунт и вынимаю сеянец с маленьким кусочком земли. Дальше я его могу перенести на тарелочку и положить, чтобы наготовить много сеянцев, а можно сразу же этот сеянец сразу поместить в подготовленную дырочку. Вот у нас дырочка, кладем его и я его сразу дырочку загребаю, как бы немножко маленькое углубление, делая всю. Можно по одной штуке, ничего сложного здесь нет, можно по одной штуке. Я наготавливаю много сразу, ну как наряд, чтобы потом туда каждый раз с пинцетом не бегать. Если есть возможность, если они по одной, то можно их брать руками. Вот когда они группами, по три, по четыре, то их, конечно, надо брать пинцетом. Вот как только вы сможете брать в руку вот этот крошечный сеянец, с ним можно работать. После пересадки, ей уже, я вот по своему опыту скажу, ей уже ничего не грозит, потому что она очень не любит вот эти коммунальные общие лотки, где очень-очень много петуний. Они там часто поражаются черной ножкой и всякими другими заболеваниями. Как только вы ее пересадите в кассету, вы сразу увидите разницу. Она начнет толстеть, она сразу повзрослеет быстро. И она в одиночных, вот в этих кабиночках, она не вытягивается. Мы ее сейчас заглубим, уже у нас исчезает опасность, что она упадет. Вот здесь же видели, я показывала вам. Вот эти они могут упасть в любой момент. Видите, они какие-то тоненькие, тоненькие у них стебелечки. И они качаются на этих стебелечках от малейшего дуновения. Даже вот сейчас опрыскивать страшно, что можно сломать, уронить ее. Поэтому я решила лучше пересадить. Мне некогда за ней, вокруг нее там ходить, ухаживать, следить, упала она или не упала. И чтобы упала-то неохота, потому что все-таки посеяла, все уже взошло. Если упадет она, это надо пересевать. Все. Вот по такой схеме. Все я показала. Это, конечно, очень долго. И как это очень, я уже говорила, ювелирная, кропотливая работа вот эти сеянцы раскладывать по маленьким дырочкам. Но глаза боятся, руки делают. Все это можно сделать. Вот я уже начала здесь сеять. Очень много петуни уже сидят по своим домикам. Теперь самое главное про полив. Первые поливы, конечно, они очень крошечные, им нужно совсем-совсем-совсем мало воды. Прям капельку. Первые поливы кто-то делает шприцем. Так. Прям ей под корешок капнуть и все. Остальную часть, вот эту вот, грунт, смачивать не надо, потому что петуния очень маленькая, она столько воды еще не сможет освоить и будет как почва закиснет. Нужно только там, где растет вот эта малышка. Именно ее, эту малышку, раз, полить, все. Всю пластинку поливать не надо. Потом, когда появится второй, третий лист, там, настоящие листы, будете поливать полноценно. Поливать можно шприцем. Я иногда с ложечки поливаю, прямо так беру несколько капелек. Возможно, полив с ложечки. Кто-то поливает спринцовкой, всяко-разно. Только первые несколько дней. Потом уже все будет прекрасно. Вот такая у меня кассета. Сейчас вам покажу. Она у меня стоит на подложке. Делали простую подложку из... Так, ДСП, это стружка ДВП. Дерево-плита я просто обклеивала вот этой клеящей, клейкой лентой, которая в строительных магазинах продается, чтобы вода, которая сюда попадает, она не деформировала эту ДВП. Я делала ее много лет назад под каждую кассету и пользуюсь много лет. Я думаю, мне теперь на всю жизнь хватит. Главное, или постелить клеенку, или обклеить вот этой клейкой, непромокаемой лентой. Все. Остальное все доступно. Закрывать уже ничего не надо. Опрыскивание. Вот подсыхает немножко земля. Я раз-раз-раз спрыснул. Мне некоторое время даже полив не нужен быть. Опрыснули, все. Вот это пикировка питуньи в фазе двух семидолей. Ничего сложного в этом нет. И вот, как я уже в начале, когда начала снимать видеоролики о питуньи, я говорила, что в выращивании питуньи вообще ничего сложного нет. И делала упор на то, что самим не нужно ничего усложнять. Вот я сюда кладу простую землю. Полевая земля. Летом набрала полевой земли, добавила перегной и немножко золы. Простая земля утрамбовала, посеяла сверху семена, опрыснула, закрыла контейнер, через три дня вылезли. Еще три дня подождала, вот сегодня четвертый день. Через четыре дня распикировала. Все. Теперь у меня отлегло от души, теперь они дальше сами. Они знаете, какие живучие. Сейчас корневая система начнет развиваться. Появятся настоящие листья толстенькие, такие лохматенькие. Они сразу, если вы будете вовремя их поливать, там потом про подкормку расскажу. Конечно, они очень прожорливые и вот в таких маленьких кассетах этой земли для них мало. Придется их подкормить, опрыскивать их можно. Я потом дальше, когда сама все буду делать, все вам покажу. Это очень простой процесс. Вырастить петунию проще не бывает. Главное, ну просто посеять семена и вырастить. Ничего не нужно усложнять. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. А, забыла сказать, сегодня показывала, как сею мокрыми семенами, методом шприцевания. И забыла сказать, что шприц готовится. Убирается игла. Иглы здесь нет. Видите, я иглу обрезала и обрезала вот этот кончик. Идеальный инструмент для полива, для вот таких всяких посевов мокрыми семенами. Сделайте, попробуйте, может быть, вам понравится. Вообще, инструмент должен быть всякий разный. У меня всякие вот и пинцеты, и ручки, и расчески, все идет в ход. Вы со временем найдете вот свои инструменты, без которых вы не сможете, и которые очень-очень облегчают нам выращивание вот наших и цветов, и овощей. Еще раз, до свидания. Задержала вас. Желаю вам всем успешно вырастить петуни.